Ну что, новогодняя пора неутомимо приближается. Впереди почти месяц свободы, никакой домашки по-матиши, куча мандаринов и свободного времени, которое, конечно же, можно провести со своими друзьями за какими-нибудь совместными тайтлами. Или без друзей. Да и мандарины можно не брать. Короче, кому что нравится, то-то и добавляет свой перечень новогодних активностей. И, конечно же, сразу возникает вопрос, а во что же можно такое интересное поиграть зимними вечерами из новенького? Фортнайт со своими постройками надоел настолько, что скоро можно будет возводить многоэтажки в своем городе, мобы привели к разбитой клавиатуре, а кубы Майнкрафта уже начинают сниться в кошмарах. На обзоре сегодня у нас проект от компании Phoenix Labs. Dark Souls на минималках с симпатичными монстрами и ненавязчивым визуалом. Добро пожаловать, Dontless на ваших экранах. Для начала по традиции пройдемся по разработчику. Особой информации по Phoenix'ам я найти не сумел, поэтому использую общепринятую байку. Сидели, значит, покинувшие Riot Games три друга и решили создать свою компанию по разработке игр. Без Blackjack'а, но не менее серьезную. Вот примерно так компания и появилась на свет. Сейчас же Phoenix'ы держат под своим крылом разработчиков чуть ли не со всех уголков геймдева. Есть ребята из BioWare, из Blizzard и даже из Capcom'а. Вот так сообща, черпая вдохновение своего богатого рабочего опыта, из-под их рук на конференции The Game Awards в 2016 году был выпущен трейлер первого проекта студии, экшн-рпг под названием Dontless. Как раз на выставке разработчик рассказывал, что они планируют выпустить игру к концу 2017 года. Однако на дворе почти 2019, а игра только в мае 2018 вышла в открытую бету. Но не будем осуждать. Игра у них первая, а значит и проблем неожиданных могло возникнуть также немеренно. Недавно, кстати, Phoenix'ы дали анонс, что игра будет выпущена в релиз на консолях PS4 и Xbox One в апреле 2019. А в будущем планируется выйти и на Nintendo Switch, и на мобильные платформы. Особенность такого охвата платформ кроется в том, что у игрока будет одна учетная запись, которая будет работать на всех платформах с одинаковым прогрессом. А значит и в игровом мире будут игроки с разных девайсов, идея чего заслуживает уважения. Но давайте уже перейдем к самой игре. Итак, Dauntless. Как гласит наша любимая Википедия, игра относится к жанру фри-то-плей экшен-РПГ, где игроку отводится роль охотника на монстров. РПГ-составляющая здесь раскрывается через сбор ресурсов для крафта новой экипировки, а также через прокачку уровней с разными NPC. При этом ключевая роль здесь заключается в самом геймплее. Во время охоты игра представляет собой экшен от третьего лица, где игрок пользуется комбо-системой для атак, уделяя при этом внимание своему запасу здоровья и выносливости. Одна вылазка в среднем занимает около 20 минут. Играть можно как в соло, так и в кооперативе. А теперь убираем в сторону сухое описание игры и начинаем щупать сами. Что сразу же бросается в глаза — визуальный стиль. Как вы уже могли догадаться, в игре используется сел-шейдинговая анимация, которую одни до боли терпеть не могут, а другие приходят в неописуемый восторг, как только видят первые черты данной рисовки. Но будем откровенны, игра радует глаз. За всё время игры каких-то серьёзных косяков, если не считать оторванной челюсти, я не заметил. Анимация ударов, общий стиль окружения, движения, монстр — всё выполнено вполне добротно и качественно. При этом игра достаточно нетребовательна к характеристикам компьютера, но здесь есть свои приколы. При записи на средних настройках мой i5-8400 в связке с 1050 картой и 16 гигабайтами оперативки с горем пополам выдавал около 50-55 фпс. На высоких настройках играть было невозможно. 30 фпс с периодическими провисаниями убивали начисто всё желание знакомиться с игрой. Вполне возможно, что пока что это проблемы именно беты, а итоговая оптимизация появится на релизе, но насадочек остался не самый приятный. Завязка в игре выглядит, ну уж очень блекло. Летим мы, значит, такие прямым рейсом на лоукостере, потому что для главного героя не нашлось сидячего места. Капитан корабля призывает нас доказать, что 9 классов школы прошли не зря, и пора бы уже использовать свои навыки в деле. Неожиданно разряд молний попадает в наше летательное судно, и происходит разгерметизация. Тот из спутников срывается вниз, а мы, рискуя своей жизнью, спасаем капитана, но также совершаем экстренное падение на посчастливой случайности появившейся из ниоткуда кусочек земли. Дальше начинается небольшое обучение, в котором игра знакомит нас с основами местного управления. Отдельно хочу отметить, что игра очень приятно себя показывает и при управлении с геймпада, и при управлении с клавой мыши, так что можете уверенно доставать с полки свой старенький Джой, если любите играть, завалившись в кресло. Заканчивается вводная часть, конечно же, битвы с первым монстром, которых во вселенной Донтлес зовут бегемотами. Если честно, то чудищем это существо назвать можно с натяжкой. Куда больше он походит то ли на эволюционировавшего бобра, то ли на разукрашенного тираннозавра, но не обманывайтесь его внешним видом. Он может сделать вам кус, либо показать свои фирменные кувырьки. И вот спустя две минуты невероятного сражения тиранобобр был повержен. Игра, наконец, начинается. Во многочисленных интервью разработчики говорили, что при создании своей игры вдохновлялись уже затронутым выше Dark Souls, Monster Hunter World и, внимание, World of Warcraft. И если я могу видеть Dark Souls-овскую боевку, Monster Hunter-овскую главную идею, то в чем раскрывается вдохновение Вовам? Тем, что над НПЦ горят значки квестов? Или тем, что здание в нашем городе, единственном, кстати, похоже на постройки в Златоземье? Если кто-нибудь из вас уже играл в Донтлес, то напишите в комментариях, в чем же все-таки кроется это вдохновение Варкрафтом. И раз уж затронули тему города, то остановимся на ней чуть подробнее. Ramsgate, так называется поселение, будет чуть ли не самым популярным местом пребывания игрока. Здесь вам предстоит брать и сдавать задания, крафтить оружие и броню, из добытых реагентов варить различные зелья для повышения характеристик, а также забирать из довольно футуристического устройства улучшения для своей экипировки. Но, спасибо игре, постепенно, по мере выполнения задания, вас за ручку приведут по всем важным частям города, показав и рассказав, кто и за что отвечает. Очень советую запомнить расположение вендоров оружия, а также основных НПЦ для квестов. Это сэкономит уйму времени, потому что поселение не самое маленькое, а пустых мест хоть отбавляй, но их, скорее всего, сделали для будущих обновлений. Наш герой может на выбор пользоваться одним из нескольких видов оружия, а также броней, состоящей из четырех слотов, и лампой для получения различных бафов. Игра развивается, а вместе с ней появляются и новые пушки. Сейчас в распоряжении игрока есть двуручный меч, молот с возможностью превратиться в шотган, одноручные клинки на цепи, топор, пика с возможностью превратиться в винтовку и добавленная недавно пара пистолетов. Каждое оружие обладает своим списком комбо и наносит один из четырех видов урона. Есть базовый тип урона, который снимает именно само ХП у монстров и показывается серым цветом. Есть урон по частям тела, о котором расскажу чуть позже. Он отображается желтым цветом и усиливается на 50% при использовании мечей, топоров и клинков. Есть стаггер урон, который отображается синим цветом и позволяет оглушать бегемотов. Особенно хорошо здесь себя показывает двуручный молот. И, наконец, существует четвертый тип урона под названием Ваунд или урон через кровотечение, отображаемый красным цветом. Название говорит само за себя. Бьем часть тела и под воздействием наших ударов она начинает кровоточить, усиливая весь ходящий урон. Активировать такие раны можно только с помощью пики точеной. А сделаны разные типы урона для того, чтобы раскрыть одну из основных механик игры. Во время боя с монстрами охотники могут уничтожить конкретные части тела существ, чтобы получить с них трофеи. Трофеи эти используются для чего? Правильно, для того, чтобы скрафтить новую экипировку. При этом, в зависимости от отрубленной части тела, монстр начинает менять свою привычную стратегию боя, видоизменяя, либо полностью лишая затронутых потери обилок. Обилки здесь, кстати, это отдельная глава повествования. Если судить по Вике, то бегемотов в игре сейчас 31, из которых половина — это одни и те же, но эволюционировавшие монстры. В среднем в арсенал каждого бегемота входит около 4-5 разных способностей. Какие-то направлены на уроны в милизоне, какие-то, наоборот, разрывают дистанцию. Каждому существу придется подбирать свою тактику и, что еще важнее, подбирать экипировку по сильному и слабому типам урона. Одни монстры уязвимы к огню, другие будут поджигать все вокруг с помощью электричества, поэтому подбор правильных резистов на броне и урона с оружия будет составлять чуть ли не главный этап игры с открытием финальной локации. Вообще, в целом, главная идея игры и заключается в том, чтобы открыть босса, набить на него подходящую экипировку, убить босса столько раз, чтобы хватило реагентов на новую броню, повторить сначала. Да, игра пытается хоть как-то раскрыть нам сюжет, периодически рассказывая, что есть монстр более серьезный, чем предыдущий, и именно нам выпадает честь его уничтожить, но все мы прекрасно понимаем, что главное здесь гринд. Однако он подается здесь под настолько сладким соусом, что ты не испытываешь какого-либо напряжения от накопления условных 20 частей хвоста для крафта нового оружия. Да, тебе придется несколько раз убивать одного и того же монстра, однако это не вызывает сильных негативных эмоций. Есть одно но. В возможностях игры присутствует вариант охоты как в одиночку, так и в группе. Даже если вы играете без своих знакомых, то игра постарается подобрать вам тиммейтов через местный матчмейкин. Так вот, я заметил, что при битве в одиночку монстры скейлятся очень и очень плохо. Переводя на общедоступный, монстры почти не становятся слабее в зависимости от размера группы. В случаях же, если вы неправильно подберете тип оружия, например, топор против крайне юркого противника, то ваши шансы на победу близки к нулю. Поэтому мой совет, старайтесь всегда искать группу для прохождения. Так и боссы умирают быстрее, да и вообще играть веселее, когда видишь рядом с собой получающего удар лапы по лицу игрокам. Подходим к одной из наших любимых частей – монетизация. Так как игра распространяется и будет распространяться по заверениям разработчиков по модели фри-то-плей, то деньги феникса хотят зарабатывать через внутриигровые транзакции. На момент декабря 2018 года донат здесь может влиять на три вещи. Первое – это визуальные элементы. Скины персонажа, скины его знамени, сигнальные ракеты, рекалоры, брони и оружие. В общем, элементы, которые не влияют на геймплей от слова совсем. Вторая вещь – это покупка реагентов для крафта. Вроде бы такая функция и не особо влияет на игровой процесс, ведь можно пойти и нафармить ресурсы на очередной вылазке, но жизнь упрощает, а значит и влияние на игру оказывает. И третья вещь – ускорение переплавки улучшающих камней для нашей брони. Не думаю, что эта функция будет необходима новичкам, но те, кто закрывает уже весь контент, наверняка используют данную возможность на полную катушку, чтобы подбить себе идеальные эффекты для каждого босса через крафт тех самых камней. Так что, исходя из этого, человеку, который не собирается тратить на игру больше 100 часов, беспокоиться не о чем. Игра не потребует от вас ни единого цента. Если же вы наиграли уже больше, то этот обзор вряд ли сможет открыть для вас что-то новое. Но и это еще не все. Подхватывая тренды, Фениксы ввели в игру Battle Pass, который работает по стандартному принципу – прокачивая уровни и получая приятные ништяки в виде разных скинов, трехсот рублей. В общем, за политику монетизации от меня Луис. Я встречал слова об игре в духе «это же Monster Hunter World для бедных, нет смысла смотреть на игру». И тут хотел бы немного оспорить это заявление. Да, безусловно, игра во многих аспектах чуть ли не повторяет гиганта из Капком, но есть несколько отличий, которые закрывают любую критику через сравнение с Monster Hunter. Первое – это азиатский сеттинг. Я не считаю его плохим, однако разные вкусы генерируют и разные эмоции от процесса. Второе – назовем это сложность проекта. В Monster Hunter огромное количество разнообразных действий при подготовке к охоте. Донтлас в этом плане выглядит более казуальным и сессионно ненапряжным. Третье – система нацеливания. В Monster Hunter ужасно неудобная система таргетинга. Персонаж постоянно сползает с отмеченной цели и несется совсем в другом направлении. В Донтласе к этому подошли очень странно. Они просто убрали систему таргетинга. Хочешь попадать во врага? Изволь крутить мышки или стиками. Ну, и в конце концов, доступность. Monster Hunter стоит стандартные 60 баксов. Донтлас бесплатен. По крайней мере, этот список стоит того, чтобы как минимум дать игре шансы и посмотреть на неё, а дальше уже делать выводы. На ютубе, кстати, можно найти очень забавный ролик, в котором автор на одном экране сравнивает одни и те же действия в игре от Capcom и от Фениксов. Можете глянуть, если интересно, но могу сказать, что сходств действительно очень много. Теперь попробуем уместить всё вышесказанное в короткий свод плюсов и минусов. Из плюсов – казуальная сессионная игра. Отлично, подходит для кооператива с друзьями. Приятное глазу, селшейдинг-рисовка. Большой выбор разного оружия со своими комбо-системами. Донат, который можно спокойно игнорировать и ничего не терять. Разнообразие боссов и их способностей. Боёвка в духе Dark Souls с использованием выносливости для перекатов и сильных ударов. Достаточно низкие системные требования. Теперь по минусам. Отсутствие русского языка. Для понимания в игре достаточно базового уровня, но какие-то затруднения всё равно могут возникнуть. Например, на этапе подгонки камней для бафа брони. Гринд. Кого-то вполне может утомить целенаправленное отрубание одной и той же конечности одному и тому же монстру 8 или 10 охот подряд, чтобы скрафтить себе новый меч. Практически полное отсутствие истории. Для того, чтобы вникнуть в происходящее, придётся внимательно читать монологи НПЦ, а также смотреть англоязычные вики по отдельным монстрам. Оптимизация. Проблема ли это только беты или игры в целом, но в некоторых моментах игра может вризиться, либо может падать фпс. Вылетов за время моего полёта замечено не было. Низкий онлайн. Иногда поиск пати для охоты на монстра вне основной линии квестов мог доходить до 20 и больше минут. Неравномерный скейлинг сложности босса в зависимости от размера группы. Босс, который разматывал тебя в соло, может отлететь за 3-4 минуты от пачки из 4 игроков. И вновь боёвка в духе Dark Souls, но уже в минусах. Выполнена она здесь примитивно, и фанатов серии Dark Souls может повергнуть в эстетический шок. Не слишком серьёзный минус, но стоит иметь это в виду. Отсутствие полоски со здоровьем босса в минусы ставить не буду, но было бы очень круто увидеть её в будущем. Так что, если у тебя впереди свободные выходные и каникулы, а голод до новых игр не даёт покоя, то посоветовать могу. Если вольёшься, то замечательно, потому что новый контент появляется достаточно регулярно. Если не зайдёт, увы, ничего не поделаешь, но и тратить деньги не пришлось, как ни крути. А если в твоём кругу знакомств есть пара-тройка друзей, которые так же, как и ты, хотят поиграть во что-нибудь новенькое, то увлекательное времяпровождение на несколько вечеров вам точно обеспечено. Если тебе понравился ролик, то буду очень признателен за лайк по этим видосам. По традиции, пиши в комментарии игру, которую ты бы хотел увидеть в следующих выпусках. Не болейте и с наступающими вас новогодними праздниками. Ещё увидимся.